Привет, друзья! Патышки мои, а мы продолжаем нашу серию рандомных Бейблэйд Бёрсту битв. Прошлое-прошлое видео с рандомными Бейблэйд Бёрсту битвами оказалось коротенькое, ну, в смысле, длинное, но как бы я там много разговаривал, и волчков в битв было мало. Поэтому я предлагаю сегодня это всё дело исправить. Исправляем ошибки мои! Вот, и будем что делать? Играть ещё в рандомные волчки. Просто, как стандартная классика... О, подожди, это у нас Флейм. Флейму на А, нет, это Каратоми, подожди. Просто у меня в этой коробке ещё Флеймовский такой чувак лежит. Ну, хорошо, левосторонний волчок в прошлом ролике не было. Походу, у нас сегодня не рандомная битва, а битва Феникса. Ну, что ж, хорошо, тоже неплохо, тоже считается. Но, опять же-таки, мы же знаем правила рандомной битвы, то, что если волчок обыгрывает пять соперников, то он, ну, всё, снимается, и мы двигаемся дальше. Это все прекрасно знают. Поэтому посмотрим. Хотя, возможно, а, возможно, у нас и ничья. А вот так всё и закончилось. Кто бы мог подумать, друзья мои? Вот они такие, да, левосторонние волчки. Идём дальше. У нас снова, снова левосторонний волчок раз. Так, стоп. Нормально, всё хорошо, спокойно. И левосторонний волчок два. У меня есть специальная левосторонняя пускачка. Пускачка. Слушай, знаешь, что подумал? Короче, у пускателей очень странное название. Пускатель, лаунчер, запускачка. Мне не очень нравится. Оно как-то, ну, не звучит, что ли, пускачка. Типа пусковое устройство слишком... Вот Beyblade, вот, устройство для запуска. То есть много можно придумать синонимов к этому слову, но как будто бы одного ёмкого, чёткого слова нету, друзья. Может нам сделать конкурс на лучшую... Да что я тут стягню постоянно, беру где-то, уйди. Может быть нам устроить конкурс на лучшее название для пускателя. Ну, реально, потому что мне не нравится запускатель. Серьёзно, это что-то не то. В этом слове нету магии. То есть надо знать, чтобы человек, смотря на вещь, понимал, что это за... Вот Beyblade, это Beyblade. Beyblade это великолепная, филигранная, супер... Супер вещь, так сказать, да? А вот пускалка, пускачка, что-то не то. Пускачка. Так, ну чего, у нас Achilles. Ну, понятное дело, что Achilles-то это вообще монстр, машина, терминейтор. Мне нужна твоя... О, я придумал. Мне нужна твоя подписка. Я, короче, знаешь, что делал? Я вчера играл в Сегу, и там была игра Терминатор. Я ничего не понял в той игре. Типа, ты не можешь одновременно идти и бить кулаком противника. При этом они в тебя стреляют, а ты типа такой... Ээээ, I'll be back, типа... Ну что это такое? То есть странно как-то. Вот. Поэтому мне нужна твоя подписка, друзья мои. Подписка на канал. А у нас что? У нас сегодня Achilles побеждает всех и идет в лес по грибам и ягодам. Скоро сезон, друзья. А вы любите собирать грибы? Вот я, например, ненавижу. Мы в детстве, рассказываю трустори, с детстве... В детстве с дедом он такой, погнали за грибами. Я такой, погнали. Ну мы приезжали на велик, с великой там парковали у дерева, прятали их, ну и шли в лес. Гуляли, ходили. Вот грибов мало. Я не знаю, то ли у нас в Подмосковье грибов мало, то ли мне не везло, то ли дед выбирал неправильно лес. Но я просто как прикол это воспринимал. Погулять по лесу. С другой стороны, должен быть какой-то у этого закономерный итог. Ты гуляешь по лесу, находишь грибы с рыбалкой. Дед мне в детстве. Погнали, внучок, на рыбалку. Я говорю, погнали, деда. И мы приезжали и ничего не ловили, понимаешь? Я лягушек ловил на крючок рыбаловый. Ну маленький дурачок. И понимаешь, что происходит? Никогда не везло, никогда не было такого, чтобы мы возвращались с целым набором грибов или рыбы. Вот странная история, я не знаю. Типа мне нравится идея. Главное, друзья, главное, я вот все Насте своей говорю, она меня никогда не слушает, она ушами болтает только. Главное, если вы идете в лес, всегда одевайтесь в противоклещиные вещи. Потому что клещ это штука, знаешь, ты думаешь, что это будешь не ты, но это будешь именно ты. Потому что клещи, друзья мои, это, поверьте, не дай бог, никому их подцепить. Вот, да, с одной стороны, вроде в наших краях вот именно таких главных страшных клещей вроде бы и нету. Но все равно, не дай бог, сразу в поликлинику, сразу клеща на анализ. Это я вам вот говорю, как взрослый опытный чат. Меня, кстати, клещи ни разу, слава богу, не кусали вообще. То есть меня отвело от этого. Но всегда штаны закатывайте в ботинки, кофту с длинными рукавами. Вообще на голову лучше одевать шапу, шляпу или какую-нибудь такую, знаешь, москитную сетку, как вот эти, как они называются, которые вот мед, пчелопасечники. Вот они, да, такие у них полный костюм. Во, и тогда хорошо. Да, конечно, можно пойти в лес в шорт, в футболке типа. И вам повезет, и вы не принесете домой клеща. А можно попасть на очень большие неприятности. Вот, друзья мои, в лес ток со взрослыми и ток в противоклещиной защите. Это вам советы от взрослого старого батя. Да, мы здесь играем в игрушки. Да, мы здесь запускаем Блейблейберст. Но, опять же таки, советы взрослой жизни. Потому что я, вот как вы, да, был маленьким таким этим, лопоухим. Такой, эээ, что там, кто там, ээ, погнали тусить. Все, ни о чем не думал, много шишек себе набил. Поэтому лучше вам, потому что, понимаешь, вы в вашем возрасте родителей вы не слушаете. Да, вот вам говорит, вам бабушка, одевай шапку, одевай ботинки там, типа, чисти зубы. А вот это все, вы их не слушаете. У вас такой юношеский протест. А надо, вот не слушаете бабушку, слушайте меня, я вам плохого не посоветую. Потому что батя Блейзон заботится о вашем здоровье. Вот такой я хороший блогер. Мы с вами друзья, понимаешь, мы с вами друзья. Я к роликам отношусь как будто к посиделкам. То есть мы с вами, кореша, давно друг друга знаем. Вот вы пришли ко мне в гости на канал, и я с вами делюсь какими-то интересными историями. Неформальные обстановки. То есть, да, нет такого сценария там по нему, тут бла-бла-бла. Что-то там склейки, тут монтаж. Это все не наша тема. Наша тема это просто вот милые посиделки. Да, многие говорят, а Блейзон не шарит в алчках, Блейзон там накрутил... Вот есть такие вот неприятные личности, да и бог с ними, пусть будут. Они всегда будут как бы. Понимаешь, это не важно, накрутил ты подписчиков, не накрутил ты подписчиков. Всегда будут говорить, что ты накрутил. Я не накручиваю мои подписчики. Вы самые лучшие, вы красавчики, я вас обожаю. У нас свободный рандомный формат. Мы с вами можем общаться в комментариях. Единственное, что в комментариях запрещены ссылки на сторонние источники. Причем это запрещено, кстати, правилами Ютьюба. Ну и я как бы против такого. И запрещен мат и оскорбление участников чата и так далее. Вот. Мы против мата. Вот. Есть разные группы нехорошие, которые про нас говорят гадости и матерятся. Это вот мы не туда. Мы здесь за крутое общение в мире Бейблейда. Вот. Поэтому сегодня такое вот... Это знаешь, это интеграция. Это встроенная интеграция заботы о вашем здоровье. Потому что мне нужны здоровые подписчики. Понимаешь? Чтобы вот это вот все. Вот. Поэтому мораль такова. Не слушайте родителей, послушайте хотя бы меня. Ну, пускай, конечно, я преувеличил. Конечно, не нужно вообще в лес типа не ходить, бояться клещей и так далее. Но меры предосторожности соблюдать нужно. И с собой... Кстати, в аптеке, я вам рассказываю, продаются специальный анти-клещиный пинцет, который с его помощью любой может вытащить пинцет клеща. Опять же таки, лучше, конечно, брать в баночку с собой и в нее засовывать клеща. Но, тем не менее. Друзья, ну, слушай, такое у нас сегодня получилось интересное, откровенное видео. У нас сегодня Ахиллес, что он сделал? Он вообще молодец, всех победил. У нас волчки там еще остались. Поэтому я предлагаю снять еще батл... Еще батлблейдов. Короче, все, друзья, вот такое у нас сегодня было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока-пока.